Российские и аргентинские хулиганы решили напасть на фанатов из Англии. Томас Майке, Экспресс, Бельгия. 10 апреля 2018 года. На форумах любителей футбола сообщается, что аргентинские и российские фанаты проводили онлайн-встречи, чтобы объединить силы этим летом. Из-за угрозы насилия Англия теперь может столкнуться с самым низким за последние годы количеством фанатов, присутствующих на чемпионате мира по футболу. Источник в британском правительстве сообщил, на решение многих поклонников футбола остаться дома повлияла смесь факторов. Российские хулиганы, склонные к рукоприкладству полиции и вероятность надувательства. Российские хулиганы, по некоторым данным, летали в столицу Аргентины Буэнос-Айрес, чтобы обсудить дальнейшие планы. Их цель состояла в том, чтобы сформировать альянс насилия исключительно для того, чтобы напасть на английских фанатов, которые отважатся отправиться этим летом в Россию. Эти новости вызовут беспокойство тех английских фанатов, которые до сих пор помнят российских качков, нападавших на них на чемпионате Европы 2016 года во Франции. Господин Дэйчи Спортсмута лишь недавно вышел из комы. Хулиган, обвиняемый в покушении на убийство 51-летнего англичанина, был арестован ранее в этом году в результате проводившегося розыска. Изначально ожидалось, что около 20 тысяч фанатов Англии поедут в Россию на чемпионат мира по футболу этим летом. Сейчас же считается, что турнир посетят лишь 10 тысяч из них. Российские источники в дипломатических кругах сообщают, что Великобритания подала менее 10 тысяч заявлений на визу. Спрос на билеты тоже был низкий. Старший офицер полиции Мак Робертс, Мак Робертс, координировавший работу полиции в ходе чемпионата Европы 2016 года, заявил, существуют определенные риски, потому что, если вы вспомните, что произошло в Марселе, то там присутствовали российские болельщики, намеревавшиеся чинить серьезные беспорядки и нанести значительные травмы. Достаточно открыть YouTube, чтобы понять, что в России серьезно стоит проблема с футбольными хулиганами, которые обычно доходят до крайнего уровня насилия. Совершенно очевидно, что это является потенциальной проблемой. Уравновесить ситуацию можно, задавшись вопросом, считаем ли мы, что российская полиция намерена серьезно отнестись к ее решению? Существуют ли указания российского государства для серьезного решения этой проблемы? И я считаю, что мы увидим утвердительный ответ на наши вопросы. ФСБ России, бывший КГБ, ведет пристальное наблюдение за российскими футбольными фанатами под строгими указаниями от правительства, по словам Александра Шпрыгина. Господин Шпрыгин является председателем Российского союза болельщиков. Его обвиняли в организации насильственных действий в 2016 году. Он заявил, все, чем заняты теперь агенты ФСБ, это работа над чемпионатом мира. Они уже не ищут иностранных шпионов, только футбольных хулиганов, по строгому предписанию от правительства. Хулиганы же ждут не дождутся окончания чемпионата мира, чтобы все вернулось на круги своя. Субтитры делал DimaTorzok